Каждый продукт, в зависимости от того, как мы его будем там обжаривать, либо как-то готовить, он по-разному будет видоизменять свой характер. Ну, как сейчас объясню, например, какая-нибудь морковка. Вот я кратко. У морковки характер этой серии, знаете, как выстраивать перед собой дальнюю стратегическую цель, четко понимать, что ты к ней идешь. При этом получается, то есть, не кому-то очень крутое качество морковки, сейчас речь идет о сырой морковке, вот которая вот тупо получается, то есть, вот как из грядки выкопанная. При этом морковка сама по себе, она не трепается, она молчаливая, она не любит рассказывать о том, куда она идет, какие она с целью перед собой поставила, какие у нее задачи, понимаете. И при этом у морковки есть офигенное качество, которое другие могут воспринимать как чрезмерный эгоизм. Морковка других использует, как маленькие винтики, маленькие кирпички для того, чтобы достичь своего. То есть, по сути, это знаете, как из серии «Человек», вот, кстати, классика жанра, это опять же, вот фильм есть. «Империя соблазна» про Стива Джобса. Вот посмотрите, ради интереса, как действовал морковный человек, Стив Джобс, морковь ел сутками напролет, он на работу приходил, у него желто-красный цвет кожи был, у него кератином вот этим был наполненная кровь, понимаете. Ну, или клетки. То есть, и по модели, когда морковный достигает своей цели, когда морковный едет к своей цели, вы поймите, это как определенный может восприниматься иногда как сепаратизм. Сепаратизм в том смысле, что это, знаете, как жена, которая ставит в известность своего мужа о том, что она едет на курорт, тогда, когда она уже с чемоданами стоит, у нее такси внизу ждет, понимаете. Говорят, родненький, а ты куда? Ну, как бы, так я ж тут давно уже запланировала, у меня же вот как бы, я ж туда ехала, понимаете. То есть, и поймите тоже очень прикольную вещь, вот понятие хорошо это или плохо. Вот, например, когда у нас ребенок будет чрезмерно растворенный в программе, скажем так, семьи, матери и все остальное, морковка ему шикарно будет, ему нужно давать ее сырую, понимаете. Для того, чтобы он потихонечку отпочкался, выстраивался перед собой цели, какие-то задачи, к чему-то стремиться, какая-то перспектива, не бегал каждый раз к маме там советоваться, что ему делать, понимаете. Умел немного где-то эксплуатировать, использовать других, то есть тоже не нужно быть как-то дурачком доверчивым, понимаете. А когда ребенок в этом, а когда мы имеем дело в семье, в котором человек чрезмерно движется в модели от эгоиста, который только себе, только я, я вот так решил на всех остальных начкать, понимаете, то тогда морковка в какой-то мере будет очень сильно отрезать его от всеобщего поля коммуникации. И этот момент, вот если, опять же, кто был на эфире по психологии цвета, первом, прямом, я тогда там затронул эту тему, что такое любовь, вот как сегодня. Что любовь, она не только как филия, как умение другого понять таким, какой есть. Любовь это еще эрос, это как умение действовать активно в реализации своей задачи. Любовь это еще агапе, это еще умение в какой-то мере как объединяться с другими вокруг общей идеи, общего соприсутствия, общего поля. Еще и второе, как быть вместе с точки зрения как определенной спайки, потому что хочется разбежаться. И вот поймите теперь отношения между мужчиной и женщиной. И вот представьте себе картинку, когда один из партнеров будет морковный, по большому счету у него будет доминировать реализация своих задач, а общее поле, получается, в какой-то мере как агапы, оно будет нивелировано. То есть, условно говоря, у него будет больше красной модели проявления, чем больше, чем синий. То есть, красная будет доминировать с точки зрения приоритета его выбора, когда ему необходимо будет действовать, принимать решения. Понимаете? Вот Стив Жопс в этом плане так и работал. Да, были партнеры, были этот, пришло время как-то, ну все, пока. То есть, говорит, Стив, ты не понял, я ухожу. Говорит, да нет, я тебя понял, у меня просто работает дофига, пока. Понимаете? То есть, тот такой как бы охреневший, а где же как бы там дружба, где как-то попытка удержать, обнять, там еще что-то. Все, ты эту задачу выполнил. Понимаете? И вот здесь вопрос теперь самый главный. Ну, это хорошо или плохо? Нужно теперь отталкиваться от ситуации, когда это нужно и этого качества не хватает. Морковка. Но поймите, теперь тоже прикольную вещь, что я пять раз могу желать быть морковным, но если у меня нет вот этого качества проявления в мире, я ее буду есть тоннами, она у меня не зайдет. Понимаете? Вот как Елена заказала один раз в каком-то ресторане и больше туда не заказала, и поела немножко и выбросила в бусорник. Понимаете? Здесь то же самое, что я морковку поел, день, два, три, опять морковка. Понимаете? А она не ложится, у меня нет на нее запроса, у меня этот инструмент не ложится, я не могу заправляться этим топливом, у меня нет этого качества. Понимаете? Сколько я в себя не буду всовывать. Как я объяснял, сколько я не буду носить, блин, красный цвет, я не стану, блин, чемпионом мира по боксу, сколько я не носить черный, я не стану главой мафиозного клана. Понимаете? То есть нужно качество, нужно проявляться в такой модели в мире. И вот теперь смотрите, вот это главное качество морковки. Есть цель, не болтать, идти к ней, не использовать других для своих целей. Понимаете? И это чистая морковка. А теперь возьмите и морковку сварите. Вот сравните вкус сырой морковки, понятно, и вот возьмите в супчик, бросьте, и так ее размажьте, я хочу по третьей серии, то есть что она превращается. А еще долго ее варите, понимаете? Когда она превратится вообще, вот так как в моей серии, сравняется по цвету с общим бульоном, понимаете? И морковка вот такая вот вареная уже, она утрачивает свои качества. Она уже не такая активная, у нее вот этот вот сок, вот эта вот движуха, все остальное, то, какое она должна была действовать, у нее уходит. По большому счету, то есть вареная морковка, если так переводить на классификацию, это как, знаете, вот я стратег, у меня была цель, я вот хотел к ней достичь, но, блин, как-то так и не сложилось, понимаете? Куда-то как-то так все, вся эта вот былая удаль достигатора куда-то так и ушла, понимаете? То есть вареность это то состояние, когда из серии я уже превратился не в того, который сам действует, а я уже в какой-то мере как мастер-наставник, сам не смог, но тебе расскажу о том, как тебе нужно в жизни достигать, понимаете? Это очень красиво же наблюдал люди, которые любят эту вареную морковку. Обязательно, что надо вот получается, то есть именно сварить, а когда сварить, это уже из серии человек превращается в того, который пытается других направить, как им жить, куда бежать, какие цели реализовывать, никому не болтать. То есть все остальное, он уже переключает всю свою вот этот потенциал на других, но само потенциал уже размыт, понимаете? И это тоже в какой-то мере тоже может быть нормально, но когда уже человек достиг определенного опыта, сил нет, здоровья нет, все остальное, вареная морковка будет актуальна. Но когда молодой и вареная морковка, это из серии как бы цель есть, но как-то там в тумане все размыто, как-то, знаешь, это, наверное, так незаметно, что так как бы и не добегает. Грубо, но это как, так пошлю немножко, не стоит, но зато гордо висит, понимаете? Ну как-то вот так, понимаете? То есть вот это вареная морковка. И теперь вопрос, кто же поймите, что когда мы начинаем, например, ту самую морковку жарить, понятие жарки тоже может быть превратиться, например, когда мы ее разжарим так, что она превратится в кашу, понимаете? Но это будет, ну, где-то очень близко к какому-то программе, там, той самой этой, где-то в варке, понятно. Но в тот же момент, смотрите, на чем мы жарим? Мы же туда можем добавить рафинированное масло определенное, мы можем на масле каком-то сливочном, мы можем туда оливку какого-то налить, понимаете? Это уже добавляется определенная компонента, которая начинает каким-то образом резонировать непосредственно с самой морковкой. И если сырая морковка – это активность от этого действия, то жаренность – это то состояние, когда уже программа все так же, как и при варке, начинает выхолачиваться. И когда мы начинаем ее съесть такие фанаты, которые, вот у меня мама, вот почему-то вот морковку нужно было довести до такой чуть ли не углей, потому что потом еще его в борщ бросить, понимаете? И это та специфика, когда, как бы, вот, поймите, что такое вот пересушенность, уже вот эта обугленность, скажем так, горелость сама по себе при жарке. Это то состояние, когда из самой морковки уже уходят все соки, из самой морковки уходит уже вся-вся программа морковки, остается только, ну, грубо, на угли, понимаете? И это то состояние, когда остается вот эта любовь, кто-то спрашивал, любовь к такому жареному, такому все остальное. Оно с одной стороны, если так с коркой, то это дает определенную такую, знаете, как модель защиты своей позиции. Я действую жестко, конкретно, отстраненно, меня не трогать, у меня есть задача, я к ней иду. А если это угольки, то это, по большому счету, морковка, которая, как бы, у меня были цели, ну, теперь только отчаяние осталось. Теперь осталось только, где-то напоминает образ, если видели фильм этого, Тегеран-43, когда у него любимую женщину там самосвал сбил, вместе с телефонной будкой, которую он искал всю жизнь, понимаете? И у него спрашивают в конце, типа, так, а есть у вас информация? Говорит, теперь остались только воспоминания. То есть, по сути, уже перспективы нет, осталось только горечь от того, что он не может уже реализовать то, чего он настолько давно хотел, понимаете? И это тоже определенное, когда человек любит такие вещи, это передает вот это качество, что когда-то вот я хотел в жизни достичь вот этого, поехать туда, добиться этого, стать вот таким. У меня были вот такие цели. Но это все сгорело, это все превратилось в определенный прах, понимаете? Я теперь сижу, смотрю на то, и у меня к какой-то мере, то есть, кроме как вот, ну, такого, как опущенных рук, другого ничего не остается, понимаете? Очень красивая вещь, то есть, тоже вот, ну, то, что как мы играли, когда готовить, вот где-то вот китайцы, кстати, так готовят, особенно волки, всякие, что основное, они берут где-то вот крупно режут, то есть, они кидают на очень высокой температуре, идет вот эта обжарка, понятно? И оно прикольно, что снаружи дает корку, внутри немного готово, а третий слой, оно еще остается немножко где-то вот как аль денте, сырое, понимаете? Ну, если так переводить, то по большому счету, это программа, когда у я морковный, я защищаю свою позицию, я начинаю уже где-то как пропаренный утрачивать, но у меня еще остался потенциал для того, чтобы реализовать, понимаете? Это как временный компромисс, который со временем потом даст возможность таки развернуть, распаковать свою программу. И это вот теперь заметьте, если я морковку засушу, превращу ее, ну, как высушу, спрашивал кто-то, то по большому счету, это программа самой морковки, ну, как консервируется. Это как условно говоря, вот я хотел поехать куда-нибудь там, не знаю, в Бразилию отдохнуть, понимаете? Вот не видел никогда Бразилию, у меня такая цель была. А вот сейчас, как бы обстоятельства так складываются, что как бы вообще не до Бразилии все остальное, я так класс и программу законсервировал, ее отложил на потом. И вот помните, что такое морковка, это как сушеная, это потом, когда я ее заливаю водой, резко вода выступает в качестве движка, который начинает запускать программу морковки. Те, кто любит играть с всевозможными такими сушками, всякими такими сушеными продуктами, когда вы их заливаете, их сразу же нужно есть. Потому что это тот момент, когда программа вот расконсервируется, ее сразу же нужно запускать в действие. Когда вы залили что-то водой, через два дня начинаете это поедать, это уже получается, как бы поезд уже давно ушел, до лампочки уже за ним бежать, он уже уехал, понимаете? И вот так работает вот всевозможные эти. Когда, например, та самая какая-нибудь там ферментация, то ферментация будет присутствовать вот как при капусте. Кто-то спрашивал, квашеная, а, Ольга, Ольга спрашивала, квашеная капусту.